ребят здорово всем кто был в новосибирске на моем тренинге огромный респект вообще всех кто видел кто приходил просто поздороваться всем большое спасибо что вы пришли очень был рад всех увидеть очень теплый прием приятно было что группа была отличная все молодцы вообще ни одного тормоза все просто вот классные супер шикарные ребята настоящие сибиряки настоящие мужики вот и даже неохота было уезжать но как бы сейчас я уже в питере собственно инфа такая я хотел бы еще раз напомнить для тех кто все еще думает что бы я в свои 34 почти в 35 лет и собственно говоря занимаюсь пикапом в том виде в котором люди привыкли к слову пикап моем понимать слово пикап это развитие моем понимании это какой-то такой катализатор развития и движения вперед мужчины по всем фронтам то есть это интеллектуально материально духовно физически и соответственно в отношении к женщинам в первую очередь до через это вот это чему я учу это по сути дела как стать лучше как развиваться потому что я сам на этом пути и мне еще дофига есть куда расти на самом деле вот и просто на мой взгляд развитие для мужчины очень скажем эффективно давать через желание общаться с женщинами то есть вообще через женщину вспомните когда вы влюблялись когда-то давно или недавно и скорее всего уже давно особенно те дядьки которые постарше вспомните то ощущение окрыленности то ощущение когда вам хотелось сворачивать горы когда вам хотелось просто завоевывать этот мир когда вам хотелось развиваться становиться лучше делать все что угодно просто потому что у вас есть какая-то мотивация какое-то вдохновение и так далее есть какая-то женщина который вам очень нравится и именно поэтому я решил что когда-то что я буду учить людей тому что умею сам хотя мне конечно же нужно еще самому учиться и учиться и учиться и нужно всегда учиться всю жизнь учиться вот через желание и через общение с женщинами то есть женщины это то что мотивирует мужчину в первую очередь и кто бы что не говорил но вот самым лучшим мотиватором пожалуй является противоположный пол из желания создать семью создать семью самой лучшей девушкой вот это я говорю о нормальных мужиках а не тех которые ноют что все грехах виноваты женщины разведенки там кто-то еще и что там олень не олень вот именно поэтому ребят я приглашаю вас в новосибирске было очень круто и еще круче будет москве потому что это будет группа побольше чем в новосибии это москва это столица нашей родины где огромное количество женщин я приглашаю вас 6 по 9 декабря на тренинг практика новогодний заключительный тренинг практика в этом году где лично я денис и юра мы втроем будем вести вас к этим целям то есть мы втроем будем помогать вам в этих упражнениях делать эту практику вместе с вами если кто-то не может оторвать свою жопу самостоятельно там у вас не будет выбора ребята это будет заключительный тренинг в этом году потом я уже все в январе ухожу в отпуск на неизвестный срок потом занимаюсь книжкой поэтому отличная возможность в этом году решить все свои вопросы закрыть женщинами это практика которая пройдет с 6 по 9 января в декабря пардон то есть уже скоро и соответственно места заканчиваются потихонечку она пройдет москве записывайтесь на нее заранее ссылка под этим видео не спрашивай про короче здесь история следующая теперь все поймут что алкоголик короче история следующее что вы должны выявить деструктивную схему как бы свою то есть как какие косяки ваше мышление там допустим в течение например двух недель записывайте себе в течение двух недель записывайте себе куда-то блокнот или в телефон все автоматические негативные мысли именно негативный ваш чувак подрезала пидорасы короче ездить не умеют чуть не не врезался в меня раз записал короче чувак чуть не врезался не знаю где-то там клиент сорвался сука вот опять он сорвался чеш такой что они все срывают раз все срываются тут надо как бы заметить так типа она мне откажет короче 5 она мне откажет откуда почему это мысли в общем допустим недели две вы их собираете просто важно прям заморочиться и вас получается какой-то перечень там негативных мыслей плюс-минус одинаковых по сути по смыслу там связано сейчас они точно скажете из москвы смотри не то есть это вот прям намного круче чем информация потому что это психотехника как без психотерапии то есть в итоге потом ты это собираешь в идеале конечно нужно делать с кем как-то шарит в одну такую безжатую в одно-два предложение деструктивную схему мышления например мир небезопасен я плохой я не нравлюсь телкам мне не везет например то есть как задача сжать это в одно предложение потом ты меняешь на позитивный на противоположный там мир меня любит всего пусть им там я везучий там я рады сделать допустим да и уже вот эту херню ты например 300 раз в день течение двух месяцев просто повторяешь а еще в идеале сжать вообще-то одной-двух раз там допустим мир мир меня любит я красавчик или мир меня любит у меня все получается легко нас короче а счетчик он здесь для того чтобы вот миницировать вот эти 300 раз я просто не думала количестве это я ли на счетчик суда ты изобрел потому что я ленивый как бы и это важно делать не просто специально сидя на горшке там или что ты просто ешь раз мысленно повторяешь там по себе меня любит меня все получается в банке то пока ждешь пока тебе что-то там карточку оформить раз то есть это нужно делать в режиме обычной жизни чтобы любые вещи как-либо ты не делал там они собирают сопровождались вот этим сознанием и так по идее в теории меняются нейронные связи это не просто аффирмации там успешный успех забили забили это именно твои нужны тебе значит то что ты их на основании своей негативные схемы сделать очень прикольная штука и как бы я вообще всем рекомендую пока непонятно и лицо снега количество снега вот можете сами увидеть питере 6 такая тема что здесь полный ну короче на вас пока непонятно и мне не очень нравится как бы эмоции это топлива это фунт этот этот цемент для отношений для брака там до отношений мужчины и женщины кстати где тоже стоит еще один надо это раз чуть-чуть добавить да потому что вот он у нас чемпион по этой теме по отсутствие модели на втором месте но ты сильно от него в разрыв за все остальные паузы менее эмоционально чем они но у тебя нормально не критично у него прямо как бы критично надо как-то их начать рожать вот я сейчас скажу упражнение одно из техники которая сам делал для рождения чувств предлагает то что ты начинаешь ставить себя на место других людей и думать о них интересно как ему сейчас то есть как про упражнение на час коротко потом могу тебе там отдельно объяснить подробно то есть ты например начинаешь описывать знакомых тебе типов короче по красоте то есть ты например берешь одесса человек не очень прямо знакомых тебе там труда на ушла именно до каких-то малознакомых начинаешь короче описать по определенным критериям я потом эти критерии скину там например список вопросов как как уж кто он сколько он зарабатывает как он сколько он весит чем у него в голове грустный он или веселым общественными не то пусть такие чем у него на душе интересно чтобы начать думать интересно как сейчас вот этого степень у него больше он такой кем он работает потом ты начнешь вообще например людей которые неизвестны тебе то есть ты в ресторан пришел смотришь начинаешь думать как он такой чем он занимается кто по жизни пытаясь думать о другом человеке пытаться догадаться что у него вообще в жизни кем он как он живет начинаешь как бы рождать в себе какие-то чувства то есть потому что чувства они связаны с тем что ты начинаешь как бы думать человеку может быть честно или ему радостно мне нужно как-то сорадоваться и научиться я потом тебе это расскажу а к чему я все это говорю что как бы эмоции это топливо для отношений если у вас в тандеме в семье чё люди делают они обмениваются эмоции мне весело там раздели самую радость не пусть там поддержи меня вот так оно и крепится когда вы умеете друг друга эти эмоции определять и давать нужные в ответ то как бы придется становиться не сидя все крепче и крепче а в случае санька то есть у него вообще все время одна эмоция тотальный какой-то внешний за спокойствие хотя там по-любому и если ты не научишься салют эмоции проявлять еще раздайте то сложно строить отношения девки они в принципе такие существа которым нужны эмоции лишь раз они для этого там и мозг делают и там мы что-то как скандал закатывает потому что она не понимает сейчас как я точно надо подтверждение виде эмоций поэтому чувак здесь ну это не только съем телок да это прям большая работа с собой маленькая смотри как типы отжигают в вашеме могут умеют да не еще нас это коротает поеду коротают зимние вечера новосибирске пацаки прям вот фунтелочки это не самое главное да нет тут можно развлечься по-другому сейчас все будет давай чувак или он встал на варим и свалим моим не я знаю он спор вот так они жгут часа как сейчас причем ты еще мне не пришел дать и приходится тебя туда вы подталкивает и то есть как бы то же самое что вот как с помидорами да вот я ему объяснял и с яблоками не знаю и вот с обычному смертному чуваку да там среди статистическую одну помидорку или одно яблоко в неделю приносят и как бы говорят на на читану подистремных да не за кое было а тут получается когда ты можешь себе позволить уже перешагнуть страх подходить даже сейчас будут какое-то время большинстве там взливать то есть так все равно можно над качеством поработать и понять где за тык чё надо убрать или добавить чё в тебе включить чтобы они начали нормально реагировать успокоить так тебе там жесткости добавить ему какой-то такой вот солидности потому что он реально капитан а то есть вот и и как бы самый дождь а выборка была выборка когда тебя пускают в магазин с помидорами и ты можешь приходить и выбирать понимаешь из целого ящика снимаете привет как пошел на него помидоры нормальные короче данных и в любом случае радли поздно нормальных на собираешься доходить обычный чувак боится выходить из дома как я хочу помидорами я боюсь идти в магазин и сходи там нормально у него конечно панические атаки начинает в лифте задыхаться в 30 дней не пойду а тебе сейчас как раз прям макс ты болтаешься между вот этим чуваком который сидит дома и выбрать приносите тем которым уже разрешили единый рынок от и чё то блять нет нет раз добежал то тебе надо вот над этим работаешь ты не ссал туда подходил а а не знает и как хочешь просто это больше палишься короче по поводу няшности как это почему это не работает да то есть как бы подходишь туда и ты пытаешься вернее все твое внутреннее воссоздать она хочет яшно потому что я должен быть хорошим я должен понравится вот эта хрень как бы откуда-то взявшиеся в твоей голове дата в голове многих она неправильно потому что женщина наоборот хочет чтобы подошел такой тип который такой же хозяин во всем да то есть не то что он ее будет забирать дома именно что такую нашу ты же выгляжешь как стать тем более нужно быть статком я не думал что девушка убрать такой до старается дяжки там эта история откуда почему работает наоборот меня 6 такая нормальная в своем случае суровая мужицкая такая сибирская привет я там хочу не хочу мне нравится мне нравится причем чтобы это был настоящий твое те же ты же не в жизни может быть таким то что же не какой-то там дирижер которому надо вот эту себе воспитывать то есть няшность убрать проще на самом деле чем мягкого такого дирижеристого типа как бы научить проявлять жесткость понимаешь как поэтому в эту сущность и повезло если здоровая семья не дисфункциональная то есть если у нее там никто не бухал не то есть как бы как правило мальчик он бегает играет футбик ну то есть всем похуй на него лишь бы он короче вы не убился значит мальчик и мальчик видите погулять а девочка там все понимаешь не буду няшность дает сам наше помашечка там наша сашечка посмотрите гости пришли у нас принцесса у это ой то потом она идет садик там такая же херня то найдет школу там такая же она идет в институт там все эти дрочеры начинают все как бы дают ей только няшность понимаешь и как бы вроде бы это неплохо но и спите и нужно там тогда когда нужно девка там плачет не знаю расстроена ты подошел там показал что можешь позаботиться ты сострадательный там чё случилось кому дать пизды чё такое хотя бил а когда ты просто без разбора херачишь вот эту няшность как бы она не работа на это воспринимает знаешь как обычная даже если в красной куртке ты все равно и не забываешься потому что до обычный артём короче клиент бывший с индивидуалки очень стровагант летит он короче мягко говоря не бедный такой молодой и интересный чал короче вот и он где-то по кайфу который сидит в ресторане там или несколько играть на них весь ресторан просто голову сворачивает мужики нормально жрать не могут а какие мне бы даже за мне даже столько ради девки блять вроде не мой вкус короче но это сейчас я кайфану ему просто стоит удовольствием пойти как не всех побрич на эти все сидят короче это позволить хотя он прекрасно понимает что может быть что она скажет тина но ведь тут же можно как подойти про плюхнуть у нас как убираетесь а можно как-то так типа идя мимо чё-то не закинуть так мельком так знаешь и спали на 1 раз так плавно зацепились и даже никто со стороны не поймет что вы знакомиться ты сейчас рано рановато плюхнулся немножко но в принципе все нормально ребят привет прохожу тренинг до сих пор на эмоциях все очень прикольно на самом деле это я проходил тренинг в другой другом месте с другими людьми там можно сказать все больше теории конкретно было с нами саппортами не работали вообще всем было пофигу там пять человек было не просто отпускали нас ребят давайте выполнять и задание лиц делать что-то все как вы были через как говорится гонять вот и здесь совсем все по-другому на самом деле здесь индивидуальный подход я вот думал что до тренинга да то есть у меня как бы с девушкой ну все вообще класс и прикольно самом деле я сейчас увиделся с гораздо другой стороны и то что я получил на тренинге я просто не видел как бы даже не мечтал об этом то есть у меня за буквально там несколько дней было столько телефонов сколько там за год не было то есть девушки разные попадались я думаю каждый можно найти подход если тебя будет опыта как больше отдельное спасибо хочу сказать как-то подходил как-то подгонял прикольно на самом деле я честно говоря первый раз когда он не сказал типа подойди я говорю что было не очень комфортно вот походили поделали упражнению потом слова тоже походили обува сказал какие во мне есть положительные отрицательные качества чем надо работать вот я так скажу что ребят если кто-то хочет изменить свою жизнь то прям это самое оно потому что здесь как лица тебе дадут нужные инструменты дадут хороший пинок и ты уже вы сам уже будешь сам понимать что ты вообще от жизни хочешь конкретно то есть я хочу как бы дальше развиваться в этом направлении очень сильно мотивирует просто если ты будешь ну сам как говорится смыть сначала начинать книжки что-то теорию читать тебе это особо как-то не поможет тебе нужна тупо практика практика с теми кто мы в этой теме как говорится ну долгое время работает и у них как говорится опыт есть чтобы тебе говорится проще было адаптироваться и все как бы тренинг я так скажу что просто огонь а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сказать честно, сподвигло меня на прохождение тренинга именно ситуация с девушками. То есть до тренинга я, конечно, пробовал, практиковал самостоятельно, но это все было, так скажем, малоэффективно, потому что нет каких-то прямых четких указаний. Ну, то есть нужен гуру, который будет тебя толкать и прям подсказывать, что конкретно. Вова с Денисом прям классно, четко все показывали, рассказывали, какие-то советы помогали. Ну, то есть действительно вложения очень большие, причем я бы не сказал, что это трата денег, не понять куда. Это прежде всего вклад в себя самого и в свое будущее, так как мужчина в принципе должен соответствовать тому, что здесь и что о нем думают вообще в совокупности. Поэтому, ну, изменения сильно колоссальны. Раньше, если подходил, брал какие-то телефоны, то это больше было похоже на, ну, дай, короче, никакой конкретики. Здесь еще просто ты сам делаешь, именно вкладываешь в это частичку себя. То есть тебе хочется взять телефон у той, которая тебе понравилась, а не просто какая-то там непонятная девчонка. В общем, изменения есть, прогресс есть, развитие есть. А ты в своем случае не советуешь приходить на тренинг? Трочером. Здесь нужно работать. А кому советуешь? Посоветовал бы тем, кто хочет заняться собой, саморазвитием и не знает, с чего начать. Эта штука в свое время мне колоссально перевернула вообще все в жизни. Я ушел с завода. Почему выбрал именно Вову, почему к нему пришел? Много же разных тренировок. Потому что друг больше, чем полтора года назад скинул мне просто видео, как Вован подходит, и все. И с этого все понеслось. И это, наверное, поход на этот тренинг, это как и благодарность, наверное, тоже. Кроме устной, это еще и, ну, какая-то духовная, материальная благодарность. Спасибо. Спасибо. Че после тренинга делать будешь? А все, отдыхать? Буду ебать, ебать. Красавчик. Я медленно застегиваю на себе. Как тебе тренинг в Новосибирске? Короче, ребята, все. Как тебе новосибирск? Спрашиваем парней, да, всем привет. Как вообще, как им тренинг? А сейчас Денис решил опросить меня на предмет того. Да, мы снимаем отзыв Вовы о тренинге в Новосибирске. Вообще, значит, по поводу Новосибирска, первый раз в жизни в Новосибирске, ребята, не знаю, но вот на третий день мне уже здесь хорошо. Мне кажется, что если еще пару дней пожить, то я скажу, я остаюсь. Вот. Такой интересный, странный город, не знаю, это микс Рязани, Новокуйбышевска, Самары и Новосибирска. Ну, то есть, или чего-то еще. Такой интересный город. Что могу сказать, если меня когда-нибудь спросят, где самые красивые женщины? Ну, до этого я всегда говорил, что они в России, а сейчас могу сказать, что локально они находятся в Сибири, потому что здесь очень много прям, блин. И тот классик, который сказал, что самые красивые женщины в Самаре, я, правда, давно уже понял, что он как бы всех. Вот. Это жестко, потому что, на самом деле, самые красивые девушки, наверное, все-таки в Сибири, да, и, блин, объективно здесь очень много классных красивых девушек. Что по тренингу? Очень приятно, что все адекватные, что ребята пришли нормальные, классные, хорошие, настоящие. Ровные, сибирские. Добрые, ровные, сибирские, все, причем со своим разным характером. Какие-то ноги стоят. Вот, видишь, вот, короче, только дубленочка, и там ноги. Мы пойдем посмотрим потом на ноги, чисто ради интересов. Адем посмотрим на ноги, подожди. Ну, там, я думаю, короче, подснимовывают даже. Я бы, конечно, не совсем понял, где они. А, вот эти, вот. Здравствуйте. Привет. Мы поняли, что у вас ноги. Имеют. В смысле, они есть. Да. Не, вы, как ни странно, даже несмотря на зимние одежды, вы видите, что хорошо и сексуально. Вот, знаете. Это, конечно, какое-то умение, наверное, в Новосибирске, да? Да. И у тебя еще фуховик а-ля рус. Мы тоже, мы друг за другом замужем, мы просто не собирались. Молодая езь я. То есть иногда мужчина просто подходит сказать, что у кого-то есть классные ноги. Хоть что-то нам остается, понимаешь? То есть вот, мы хотим вам позвать бобра. Бобра. Спасибо. Вот, собственно, история какая. Сейчас, курятим передачу. Почему-то смеются. Они смеются, Наталья. Или не Наталья. Пойдем поближе к торговому. К ногам? Ребята, значит, смотрите, что мне нравится. Вот мне нравится примерно вот это. Вообще, что здесь зима, потому что тема такая, что уезжая из Питера сейчас, сюда по нескольку дней назад в Питере было плюс шесть с половиной или плюс семь. И, блин, с одной стороны, я что-то там выпендривался, но приехал сюда и понял, что, блин, здесь холоднее. Здесь снег, здесь зима, здесь прям уже пахнет новым годом. Парни, те, кто пришел из Новосиба, вы все молодцы, вы все красавчики, я в вас верю. И вы сейчас все в чате, вы можете, как бы, в любое время писать, звонить им, изданчикам с радостью вам ответим. Все, кто не пришел с Новосиба, я очень, как бы, вас жалею и сочувствую вам. Да, кстати, наблюдается. Так, неинтересно. Что там наблюдается? Давай, кстати, я тебя пропустил. Наблюдается такая... Сейчас мы снимем Дэнчик. Тенденция, тенденция наблюдается, в общем, в Новосибирске, что... Ну, та история, что, типа, девчонки в Москве реагируют так, в Питере по-другому, в Новосибирске в третьем, вот такого я, ну, не скажу никогда. Да, но вот зато видно очень четко, что парни тут бездействуют, короче. Это прям в 100% вы тут бездействуете, чуваки. Поэтому где вы есть, приходите на тренинг. Бездействуете. Да, потому что девчонки в Москве, они часто говорят, что, ну, чего вы там, типа, пикаперы, не пикаперы, а здесь... Согласись, что парни бездействуют, да, по-своему времени? Нет? Она не согласна с тем, что она просто замерзла, замерзла. Сложная сложность. Смотрите, типы, короче, история такая, что... Не знаю, видно ли нас вообще сейчас, я остаюсь только догадываться. Да. Девушки, на самом деле, вопреки тому, что Дэнчик сказал, что везде одинаково, в целом, я считаю, что здесь они реагируют намного лучше, чем в Москве даже, по большому счету, потому что... Нет какого-то пафосного налета. У меня опыт такой, что они прям очень добрые, открыто реагируют, да, здесь как-то они попроще, поэтому ребята, которые с таких городов, как Новосиб, ну... Видно, короче, что они не приелись вот этими подходами. Да, вам вообще грех не подходить, то есть, да, и у вас тут как раз поле непаханное, здесь огромное количество красивых женщин, которые могут стать потенциально вашей женой, то есть и... Че еще про Новосибска? Здесь крутая баня Сандуны, как в Москве, даже, наверное, круче, чем в Москве. Мы сейчас как раз с Данчиком направляемся туда, кстати, таксист, наверное, уже уехал. Да, он позвонит. Куда у меня авиарежим включен? Да, он позвонил. Он подождет. Вот, поэтому парни... Мне хочется, чтобы ты помахал рукой в камеру, нет? Тут, короче, женщины такие стесняшки. Да, они просто видят нас, и ну, что за ебанки, в конце концов? Зачем мы вообще к нам подходим? Все прикольно, что в Москве они распространяются по разным уголкам Москвы, там, не знаю, на ВДНХ, в центре, и в торговых центрах. Здесь они все кучи в одном месте. Один, поэтому... Ну, как один, не один, но по большому счету из нормальных торговых центров, понятно. Ребят, в Новосиби круто, обязательно приедем сюда летом еще вести тренинг, плюс возьмем с собой палатку, там и проще, и пойдем в поход. Всем привет, у нас огромная страна, вот такенная, очень крутая, Дэнфик, чем помашем, ручкой всем. Все, счастья, здоровья. Покеда, увидимся, пока.